Всех вас сердечно приветствую с завершением первой седмицы Великого Поста и радуюсь, что в этот день в канун памяти святых сорока мучеников и святаго великомученика Феодора Тирана имел возможность посетить Дивеевское подворье в Москве. Много раз проезжал, всякий раз укорял себя за то, что нет времени даже остановиться и переступить порог, но, может быть, все складывается и к лучшему, и, несомненно, по воле Божией, потому что имел возможность не только войти под сень храма и посмотреть, как он устроен, но и помолиться вместе с вами. Благодарю вас за прекрасное пение, за хорошую службу по уставу, все правильно совершалось, и сердце мое радовалось. Мы в течение всей первой седмицы Великого Поста размышляли о духовной жизни человека, о тайнах этой жизни, о проблемах, с которыми каждый человек сталкивается, если он действительно внимательно относится к своему внутреннему миру. Если внутреннее духовное состояние для него небезразлично, тогда перед ним большой путь, и путь непростой, но это путь восхождения. Если же люди не обращают внимания на то, что происходит в глубине их сердца, в их сознании, то перед ними нет никакого пути восхождения. Но есть только один путь – становиться все хуже, хуже и хуже. Потому что для того, чтобы восходить в гору, нужны усилия, а для того, чтобы падать в бездну, усилий не требуется. Вот почему мы и называем Дни Святой Четыридесятниц Великопостным поприщем. Это действительно поприще, которое нужно пройти с усилием. И опыт Церкви, опыт святых преподобных мужей и жен свидетельствует о том, что тот, кто с решимостью встает на этот путь, тот, кто стремится достичь результата, несомненно, его достигает. И то, что происходит в духовной жизни, имеет ведь параллели и в нашей обычной жизни, но не может достичь больших результатов спортсмен, если, вставь на поприще подготовки себя, он остановится или же махнет рукой на необходимость закаливать свои мышцы и просто сойдет с дистанции. Тогда он никогда не достигнет цели. То же самое происходит и тогда, когда человек перед собой ставит какие-то иные цели. Если уходишь в сторону с пути, то цель достигнута не может быть. Вот точно так же и в нашей духовной жизни. Взявшись за плуг, мы не должны, по слову Божьему, оборачиваться вспять. И дай Бог, чтобы все мы прошли это поприще Святой Четыридесятницы достойно, не поворачиваясь вспять, но что-то почувствовав в своем сердце и почувствовав необходимость раскаяться в тех или иных грехах, совершили это с чистой совестью. И как награда за такой труд, это милость Божья, это благодать Божья, это сила Святаго Духа, которая действительно творит чудеса, которая из простых воинов, которыми были 40 мучеников, соделала их великими героями Духа, способными принять тяжкие мучения, но не отойти от избранного пути. Почему они выдержали мучения? Почему стали святыми угодниками нашими? Ведь это были просто солдаты, которых соправитель императора Константина Ликиний, желавший захватить власть в империи, не хотел иметь в своем войске, потому что они были не язычниками, а христианами. А Ликиний, как язычник, хотел снова восстановить полное господство языческой ложной веры. И ему для борьбы с Константином нужно было достойное и верное воинство. Потому и устроил он чистку, как теперь говорят, в своей армии. И первые, кто подпал под эту чистку, были 40 воинов-христиан из Малой Азии, которые прославились доблестью, многими победами, но ничто не остановило руку мучителей. И воины погибли, как воины Христовы. Вот ни один подвиг не может быть совершен духовно слабым человеком, в том числе и подвиги веры. И поприще Святой Четыридесятницы дается нам для того, чтобы мы стали духовно сильными. И для этого Церковь предлагает самые нужные средства, самые легкие для человека средства и самые эффективные. Это молитва, воздержание и покаяние. И да поможет нам Господь спасительно пройти эти Дни Святой Четыридесятницы, укрепиться Духом, чтобы хоть как-то на небольшую долю соответствовать тому, что имели святые угодники, в том числе и те, чьи имена мы сегодня вспоминаем. В память о пребывании в Дивейском подворье я хотел бы преподнести вам, Матушка, это изображение Богоматери. Пусть оно находится в этих святых стенах, и пусть сестры, а также и молящиеся паломники, прикасаясь к этому святому образу, в том числе воздыхают ко Пресвятой Владычице и о Патриархе. Храни вас Господь! Продолжение следует...